Первые бои, поражения и победы. Для этих совсем еще юных спортсменов увлечение захватывающей борьбой, боксом только начинается. Огромное значение в такой момент имеет влияние тренера, закалка и мотивация начинающего бойца. Лучшие качества своим ученикам прививал Петр Иванович Захаркин. Эти соревнования посвящены памяти выдающегося щелковского тренера по боксу Петра Ивановича Захаркина, воспитавшего целую плеяду талантливых спортсменов. Теперь его опыт передают подрастающему поколению. В турнире участвуют порядка 50 спортсменов из Щелковского района и городов Московской области. Мастер спорта Петр Иванович Захаркин преподавал в городе Щелково в 60-х годах. Сейчас его называют одним из основателей Щелковской школы бокса. Ученики тренера достигали успехов на международном уровне. За время своей работы подготовил участника Олимпийских игр в Мехико Николая Новикова, плеяду мастеров спорта Александра Дупличчева. Теперь соревнования, посвященные памяти Петра Ивановича, дают возможность начинающим бойцам получить столь необходимый в боксе опыт. Возраст участников от 10 до 13 лет и пока большинство из них держатся в схватке исключительно на выносливости и энтузиазме. Но со временем поймут, что боксер почти как шахматист. Работает не только кулаками, но и головой, просчитывает бой на много ходов вперед. В этом году мы делаем такой пилотный проект. Мы для самых маленьких боксеров проводим этот турнир. Я участвую в открытых рингах, это дает опыт. Потом уже в первый раз, когда выходишь на ринг, боишься, а потом уже страх проходит и уже спокойно сражаешься, бьешься за победу. Как и в любом виде спорта в боксе, трудолюбие 90% успеха. Ежедневно щелковский боксер Раджабой Рахимов уделяет время тренировкам. Сначала начал бегать по 4 километра, потом 6, потом 8, 10. И так у меня пошло. Тренировки ежедневно, каждый день. Хочу победы и больше работать над собой в дальнейшем. Начинающий спортсмен уже одерживал победы на федеральном уровне. Щелковский турнир не стал исключением. Всего в соревнованиях приняли участие более 10 ребят из Щелковского района. Лучшим из них предстоит отправиться на всероссийские соревнования, которые пройдут в Курске.